СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ 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 СОЮЗ НЕРУШИМЙ ПОТОМ ЕРУШИМ на международном турнире вот и потом перешел более на бокс потом начал это совмещать там выступали где-то на армейском рукопашном бой на соревнованиях дзюдо на бокс интересный переход ну как-то совместить смог и по боксу тоже выступал хорошие результаты более-менее были на уровне области вот и в основном все это у меня направлено конечно на политическую больше чтобы если в дальнейшем тебе морду своим политическим противникам сравнивать бы да да не оппонентам что тут слова такси а грубо обращаться нельзя конечно ну ласково как в дзюдо поднимаешь ласково понимал бросил делаешь бросок понятно а почему именно на политическую как бы борьбу но хочется конечно так как в нашей области спорт не сильно развит особенно но вопрос вопрос спорный конечно где-то он побольше побольше с остальными областями которые к нам в ближайшие регионы вы ездите вы знаете вот и хотелось бы да в дальнейшем чтобы и финансирование лучше было в спорт и как бы продвижение больше было и наших этих то есть при этом и тогда было больше которые выступали и выигрывали бы места на международных аренах на чемпионатах россии на приволжских округах и так далее ну что такое греплинг то давайте выезжаем тактическая борьба тактическая борьба я на и накануне поинтересовался мне википедия выдала ответ что греплинг это разновидность борьбы где но она более жестче там больше приемов каких-то у болевых удушающих до вернулась от бразильского джиу-джитсу просто без кимоно получается джиу-джитсу но без кимоно да грубо говоря так то есть в одних шортах в одних шортах но и вражгардах можно футболки то есть это достаточно зрелищно ну да зрелищно кому-то да кому-то нет кто побеждает тому же зрелищно и как долго вообще этот вид борьбы развивается у нас в городе в городе где-то развивается наверное на первом турнире я выступал вот как раз и вроде он как межрегиональный был и это было наверное в году нет 14-15 ты совсем молодой да молодой вид спорта кто 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 территории кировской области молодой или вообще роман нет на территории кировской области а ты-то когда начал заниматься греплинг я начал заниматься год назад всего лишь год и уже и уже у такие места на всероссийском турнире выступал на области представлял кировской области вот и на все российском турнире ты занял второе место второе место молодец серебряный призер зима призер очень ск� intimate занимаешься на всего лишь год а где вы вместе занимаетесь или в разных на другой школе занимается и от кирова чебецкая школа выступаем аж понятно деньги у нас от кирова чепецкая — Я в ДСШ-4. — ДСШ-4. И там много народу занимаются наших парней? Ну, я имею в виду кировчан там. — Ходит много, но спустя некоторое время отсеиваются, остаются силы. — Почему? — Тяжело? — Кто-то не выдерживает, кто-то получает травмы. — То есть физически, да? — Физически тяжело это. Но это очень интересный вид спорта, разнообразный. — А кто вообще грепплинг к нам занёс сюда? Чья была неостатева именно вот этой борьбой заниматься? — Ну, насколько я знаю, президент Федерации ММА — это у нас Высотин Александр Владимирович. И вот от него пошла инициатива. Первые соревнования как раз-таки он и проводил. Так что спасибо ему большое за это, что внёс вклад в развитие грепплинга. — Вы что, удовольствием от этого? Что это, особый вид? Он лучше, чем дзюдо, лучше, чем вольная борьба? — Нет, это, конечно, спорный момент. Каждому своё. Но достаточно как бы и вольную борьбу, и дзюдо, и бразильское дзюдо, и самбо там. Всё совмещаешь. И, грубо говоря, то, что бокс с борьбой совмещаешь и выходишь на ММА, тут то же самое, только всю борьбу совмещаешь и выходишь по грепплингу. — Ну, ММА — это у нас что, борьба без правил? — Бой без правил. — Или всё-таки смешанное единоборство? Как правильно это? — Грубо говоря, смешанное единоборство. — Грубо говоря, смешанное единоборство. И там правил нету. Души, ломай, кроши. — Ну, куда-то бить нельзя или везде можно бить? — Нет, конечно, в пах там нельзя бить. — В пах нельзя бить, и всё. Во все остальные. Ну, в глазах выкалывать нельзя, там нельзя. Зубы выдёргивать. — Сейчас это не иронизирует, Эдис Алич. А на самом деле… Нет, вы видели эти поединки именно ММА? Видели? Ведь это… — Там так бьют, что глаз сам хочет вылезти, мне кажется, иногда. — Ну, жёстко, конечно, да. Ну, такая вот мужское занятие. — Ну, мы плавно переходим к Эльвину, да? — Да. — У нас, значит, сегодня самый титулованный, да, можно так сказать. Ну, у ребят всё впереди. — Ты, Эльвин, ты родился где? — В Баку, в Азербайджане. — В Баку, в Азербайджане. Сюда приехал? — Недавно. — Недавно. Учиться? — Нет, работать. — Работать. — И хочет мне этот спортзал открыть. — А, тебе хочется открыть спортзал? — Да. — То есть ты уже хочешь так бы заниматься, собственно говоря, пропагандой ММА, значит, и идеологией, и борьбы на территории Кировской области. — Да. — Ну, я думаю, что тебя ждёт успех, если ты правильно построишь. — То есть это спортивный бизнес такой, да, ещё? — Ну, как-то, да, так можно сказать. Ну, спортзал. — Да. — Как долго вы, с чего начинали? Вот ребята рассказали, уже борьба была, бокс? — Я раньше в рестлинге занимался. — Рестлинг? — Да. — Он занимается на ютубе. — Это Наримана Басов? — Да, Наримана Басов. — Как называется клуб? — ТТ-файт клуб. — ТТ-файт клуб? — ТТ-файт клуб. — А, файт клуб. — А, файт клуб. — С поединок. — Да. — У нас там тренер, шарьера, бахтера. Мы все научили там. Я почти там пять лет занимался там. А после у меня травма была. На голове я просто лечился сначала. Ну, там это как, не смог заниматься. У меня травма была сильная. После этого я... — Это еще в Баку было? — Это в Баку, да. — Это после боя у тебя такая травма? — Да, после боя, да. Последний был в Греции был. Там, оттуда. И... После травмы очень сильно было. Потом я... Мне сказали, отдохать надо немножко. Бросил. Никак не бросил. Просто сам себя занимаюсь. Дома, там, братом занимаюсь. На спортзале занимаюсь. Сам себя занимаюсь. Мы хотим просто. — Ну, то есть, есть, как бы, пока ограничения, которые врачи установили. — Да, да. — Тебе, пока не нужно заниматься. — Да. — Все понятно? Все понятно. Скольки лет ты занимаешься? — Я в рестлинг занимался где-то, у меня вот где девять или восемь лет. — А с какого возраста? — Возраста? — Да. Ну, со школы там. — А, школа? — С шести-семи лет? — Да. — С шести-семи лет? — А, с шести-семи лет. — Занимаешься? — Да-да. — Рестлинг занимался. — Потом перешел на бокс. — Ну, бокс течет, брат. Надо скорость, скорость, да, в основном. Ну, в смысле, чтобы удара избежать там, и быстрота там. Потом, после армии, когда я закончил. А армию ты уже после Греции был? Нет, у меня пока это... А, то есть ты, понятно, после армии уже начал заниматься плотно вот этой ММА. И все понятно. И сейчас ты приехал, и, в общем, хочешь организовать вот такой спортивный зал. Почему именно Киров был выбран? Родные здесь? Потому что папа здесь. Папа здесь. А, потому что родные здесь. Ну, что, дело хорошее. Здоровый образ жизни мы приветствуем, чтобы больше кировчан занимались. Ребята, насколько сейчас развито именно направление у нас в нашем городе? И сколько вообще желающих заняться боксом, борьбой, ММА? Это, можно сказать, что интерес к этому растет? Интерес к этому растет. Конечно, не так быстро. Но, дай бог, в будущем все будут заниматься. Ну, по сравнению с тем же Баку. Там это более развито. Нет, конечно, Баку там более развитое. И парни более стремятся, чем здесь. Тут сложно как бы сравнивать. Я бы даже не сравнивал. Потому что, ну, Баку это все-таки с населением, там еще с пригородами. Это огромный конгломерат. Есть и из общего коэффициента, брать, конечно. Да. И, ну, все-таки, да. Баку традиционно любила борьбу. Как бы традиционно. А откуда вообще вот эта любовь? Как бы там парень с Кавказа, ну, обязательно должен быть борец. Ну, вот ты слышал, что у нас, я извиняюсь, у нас есть татарская борьба Куреш, да? Так вот, Гюляш, значит, в Баку, это тоже национально. Да, да, да. Которая имеет много вековую историю. Да, и по всем праздникам, как бы, значит, борются люди. И это всегда пропагандировалось. Азербайджанцы были воинами. И свое время, очень длительное историческое время, халифат держался на воинах азербайджанцах. Как на воинах, которые умеют биться. Страна всегда, люди всегда сопротивлялись там, значит, тем, кто хочет завоевать и так далее. В общем, сама история, сама жизнь, она подталкивала к тому, что нужно обладать этими качествами. И теперь, вот слава богу, что теперь в Азербайджане снова пропагандируется спорт, борьба. Есть такой подход. Но сравнивать сложно, потому что население все-таки Баку и население Кировской области, ну, минимум 10 раз отличаются друг от друга. И понятно, что в Кирове вам будет непросто, но я считаю, что есть все возможности, основания для пропаганды и развития этого вида спорта. Ну, а что вот, как вот сделать, вот может быть, Ильхин уже, может быть, думал, значит, как сделать-то, вот какие нужны меры с твоей точки зрения? Ну, не просто там финансирование, а зачем это финансирование вообще нужно, что не хватает залов, не хватает тренеров, чего не хватает, почему? Залов-то как раз-таки хватает. Больше рекламы нужно, мне кажется, в эту деятельность. И то, чтобы народ-то тянулся сам к этому, а не стояли там за углом, не курили, не пили ребята молодые. В интернете дома не сидели, как это сейчас. То есть нужно, ну, не просто реклама, а вообще такая целая какая-то концепция привлечения, да, к занятиям спортом? Ну, смотри, вот, чтобы реклама была и привлечение, нужны именитые люди. Вот. Побольше бы их сюда приезжало. Ну, это одно дело, он приедет и уедет, но приехал, спасибо, как бы, вот у нас Эльвин приехал, как бы уже именитый человек, вот откроет там, наверное, его зал, когда он откроет. Вот таких бы, как он побольше, как раз. Но лучше, когда свои достигают, как бы, определенных успехов. У нас ведь есть большой зал единоборств там, да? Есть. Дворец единоборств. Да, дворец, да, большой дворец единоборств. Да, вот мой тренер из Кирова Чапецка раньше там тренировал, Малышев Роман, вот, является он тоже призером России, как по боксу, так и по борьбе, и чемпионом России, вроде, насколько я знаю, был. Мастер спорта как по боксу, так и по греко-римской борьбе, и вроде как по рукопашному бою. Трижды мастер спорта. Ну, вот, надо вот это пропагандировать, я считаю, и, конечно, нужно, вот, на что нужно, здесь надо бы устраивать периодически крупные турниры на территории Кировской области. Вот это будет реальной рекламой, а не просто плакат повесил с фотографией, там, Рэмбо, условно говоря. У нас более чем областного уровня не бывает соревнований? Бывает, были тут по ММИ, Переволжский федеральный округ соревнования окружные. Вот, ну, как-то, не знаю, вроде не повлияло сильно так на область. В чем проблема? Денег у нас не хватает на их проведение? Или призовых было мало, или, не знаю, пропагандировали? Не знаю, может, изначально как-то так сделали, что народ не подтолкнулся к этому, что ли. Ну, у нас же как на ветке, у нас же тут лыжи развитые, да, например. Ну, традиционные ты имеешь в виду, да, традиционные. Хоккей, лыжи. Нет, ну, наши боксеры, они ведь тоже неплохо выступают на всероссийской арене. Спорт неплохо вообще в любой области, лишь бы развивался и лишь бы народу к этому больше стремилось. А без разницы, хоть ты футболом занимаешься, хоть ты боксом занимаешься. Роман, что ты думаешь? Я согласен с Ольгином. Согласен. А может быть, вот ты же с ребятами там, вот ты говоришь, что вот пришли и ушли. Ну, самое главное это стремление, чтобы от человека зависеть. Как бы без разницы. А вот зачем человек приходит вот туда, в зал, и зачем он уходит оттуда? Вот он приходит на тренировку, тренируется, а потом уходит. У каждого своя цель, кто-то хочет. Вот, кстати, я дополню этот ответ. Некоторые, вот я много ребят таких замечал. Кто-то приходит там, два-три дня пришли в зал бокса, руками покидали. И чувствует себя уже какими-то чемпионами мира. Ну, как реклама. Вот, вот, как реклама. Пришли, пришли два-три дня, руками махали в клуб, ходят, да. Вообще не подготовлен, то есть с нуля там что-то? Ну, с нуля, да, или грубо говоря, что-то там руками раньше где-то на улице махался. И пришел в зал, говорит, все, я уже там какой-то крутой парень. Я тут во дворе всех положил, теперь тут готов, да? Есть ребята, которые годами занимаются, там выигрывают крупные турниры, ведут себя настолько смиренно, да, и настолько терпеливо, скромно, что позавидуешь. То есть они только на ринге, собственно, да? Да, на ринге только пока. Но это признак большого мастера. Я вам скажу, как человек, который тоже занимался, так сказать, борьбой, большой мастер всегда ведет себя скромно. Потому что, ну, не пристало ему на улице, значит, будучи там сильным спортсменом, на улице там показывать свое искусство. Кому на улице показывать? Да, да, да. Этот человек не понимает, с кем он умеет делать. Ну, что с ним, как бы, чего тут, кому показывать? Поэтому скромность – это признак профессионализма, я вот так скажу, причем не только в спорте. Это, как вот говорил один великий боксер, вот Мэнни Пакьяо, вот у него из речения, из уст его было такое, что те, кто ведут себя смиренно, будут возвышены, а те, кто возвышают себя, будут унижены. Это почти что цитата из Библии. Грубо говоря, да. И последние станут первыми, говорит Иисус. Ромал, вы сказали, что год еще, да, с борьбой греха, как еще занимаетесь? Были моменты, когда, блин, тяжело может уйти и завязать? Нет? Были, не были? Честно, не было такого стремления. Травму получал. Травму. Ну, как же, иначе ты познаешь возможности свои, да, если ты однажды их не переступишь там, что-то. В любой борьбе, да. Ну, к сожалению, кому-то это закрывает вообще уже дальше путь. Элвин, бывает страшно перед поединком? Или вот как настраиваете себя на выход на ринг? Ну, у меня пока никогда не было. Не было? Нет. Не было? Нет. А что бывает? Что, продумываешь что-то? Сосредоточенный? Или какой? Или такой, как волк злой, там, а сейчас я тебя порву и... Нет, так не бывает у меня. Я всегда на соперника уважаю, первый. Всегда уважаю, с кем я буду, вот, бою бывать, я всегда их уважаю. Предварительно ведь все равно идет изучение соперника, да, где он, что он, что он, что за техника у него. Какое слабое место он, где какой, вот, надо узнать все, с кем ты, вот, за ним будешь бороться, будешь, надо надо знать. Я всегда вот узнаю, какое, где его слабое место есть. Бывают ведь люди, у которых нет слабых мест, или не бывает? Нет, не может быть. Не каждый человек все равно. Есть слабое место есть. Вот у меня, например, у меня немножко нога нехорошая не могу делать, что-то бить там, поднимать там. Нога? Ногами, да. А растяжки не хватает? Да, растяжки не хватает. Да, растяжки не хватает. Да, но я научился все давно, это раньше был, первый раз, когда я вышел на бой, первый раз, когда я ничего не смог делать. Потом меня научил, я даже в лестнице занимался, за этого. Потом, когда я тетевать клубом занимался, у меня тренер Шагри Аббасов, там все ребята, друзьями научили, как надо делать. А оттуда я все узнал. Ну, а кто из вас может на шпагат сесть? Как-то в детстве садился еще на шпагат, сейчас уже нет. Потому что это же растяжка. Ну, да. Илвин, как настроить себя на бой? Какой-то личный секрет? Отключиться от всех мыслей, не знаю, сосредоточиться только на ринге, этом пространстве? Только на бой надо думать, на тренировках надо заниматься хорошим каждый день. Вот надо, все готовиться надо, просто не знаю, все можно там. Как научиться держать удар? Вот ты получил, пропустил, но продолжать при этом бой. При этом стоишь и бьешься. Да, стоишь и бьешь. Как? Как это можно? Духом, духом принять. Характером, духом принять. Внутри, да. Ты же постоянно собираться нужно. Просто есть кому-то попадает хороший удар, и он сразу начинает отворачиваться. Да, да. И не может продолжать дальше. Или же стоит и ждут, когда его добьют. А есть те, кто попадает удар, но он духом силен, характером силен, вытаскивает уже бой. Слушайте, расскажите, пожалуйста, как профессионалу, многие голливудские блокбастеры, в них ведь как? Вот когда все... Мочат, 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 мочат. Особенно в индийских фильмах. Он там уже все, главный герой, положительный герой, да? Да, да, да. Он там растоптан уже все, он истекает кровью, но он вот собирается и все, побеждает его злодея. Насколько это соответствует действительности? Вообще возможно такое? Это, часто говоря, достаточно мало соответствует действительности. Наверное, 10 к 90. Вот, поэтому фантастика, грубо говоря. В общем, это кино. В общем, это кино. Нет, конечно, вы большие молодцы, да, что вот показываете своим примером, что этим надо заниматься, можно заниматься, есть и такой образ жизни, здоровый. Реклама, да, у нас сейчас? Давайте мы приверемся и продолжим программу «Союз нерушимый». Ведут программу по традиции Азиз Агаев. И Владимир Сметалин. И наши гости, спортсмены, кировские азербайджанцы, как мы их называем. Да. Илкин Сулейманов, Эловин Гусейнов и Арамал Рзаев. Бокс, дзюдо, ММА. Вот такие очень жесткие, такие мужские виды спорта. Но, кстати, девчонки тоже ведь участвуют? Конечно, участвуют. Ну, на это сложно смотреть, честно говоря. Интересно. Нужно переломывать все-таки себя, да? Я вот не могу. Ни бокс не могу смотреть женский, ни… Ну, не могу я, наверное. Вот художественная гимнастика – это хорошо. Фигурное катание – неплохо. Танцы. Танцы. Дзюдо. Ну, дзюдо я бы тоже, как бы, но все-таки… Волейбол. Допустим. Кантбол, да, там… Мне как-то тут на днях попадался как раз-таки видеоролик, где тоже, по-моему, спортсменки ММА, такие молодые девчонки, одна пытается ее, ну, заранее ее так, ну, перед поединком морально задавить, там, кривляется что-то перед ней, знаете, как это бывает. А та ведет себя совершенно спокойно, хладнокровно. Ну, кто победил, угадаете? Ну, кто хладнокровен. Кто хладнокровен. Правильно, как говорит Элвин, правильно настроился. Кто настроился правильно, тот и выиграл. Значит, поединок, да? В ближайшее время будут ли какие-то соревнования, куда можно прийти вот посмотреть? Возможно, наши слушатели заинтересовались, куда прийти посмотреть. Будут вот соревнования по боевому самбо 10 декабря. Вот. Во дворце единоборств. Во дворце единоборств. И там же будут 21-22 соревнования по боксу областные. Чемпионат области или турнир просто? Да, чемпионат области. Вот и как раз… Открытый? Открытый. У нас будут и из Коми, и из других соседних республик. Вот и как раз там собираемся выступать. А, и ты будешь участвовать? Да, на боксе точно буду, но по боевому самбо посмотрю, так как у меня с куртками проблемы немного. С чем? С куртками. С кимоно. Там же самбовки надо одевать. Кимоно, да. Руки не могу приручить еще к этому. Ну, да, надо все равно к этому привыкать. Да и кимоно – это же еще и правильно надо уметь с кимоно соперника обращаться. Да. Чтобы завязывать его. Там тем более больше очков, баллов дает не за удар, а за то, что ты там его повалил. Такое удушение. Вот. Поэтому немножко не мой стиль. Понятно. Ромал, у вас планы ближайшие спортивные где выступить? Ну, я хочу сейчас позаниматься немного грэплингом, потом перейти на вольную борьбу. Потому что мне она очень нравится, я никогда не занимался. Я многими видами спорта занимался, но хочется вольную борьбу попробовать посмотреть. Боли очень похожие виды спорта, так что ничего там, грубо говоря, не теряет, кроме болевых приемов. Ну, на вольной борьбе ведь, смотри, очень большая конкуренция в России. Знаю, но… И на мировой арене там очень плотно, там Иран, Азербайджан, там Болгары, ну, кроме России, я имею в виду, конечно. Готов? Конечно, готов. Всегда готов. Так сказать, славное спортивное знамя Кировской области и России, так сказать. Понятно. Но это надо достижение все равно определенное. Элвин, у вас впереди какие соревнования? Я пока не знаю ничего. Я только, пока думаю, спортзал надо открыть пока первое дело. Все о спортзале он думает. Все, мысли подготов. Сейчас в какой стадии открытие спортзала? Нашли место уже или пока еще подыскиваете? Ну, нашли место, да. Нашли? Да. То есть арендовать будете? Ну, это на… Наше здание пока это… А, уже как бы свое. Свое, да. То есть вы его переоборудовать будете? Да, все там… Ну, отлично. Хорошо, когда материальные базы готовы. Тут молодее придет, забудет заниматься. Ну, там, смотри, ну, оснащение требует больших, как бы, финансовых. Да, я знаю, да. Очень больших. Само здание, может быть, даже дешевле будет стоить, чем вся начинка, которую надо будет туда поставить. Ну, ребята, вы ведь учитесь, да? Да. Учитесь где? В Дианском государственном университете. А, в Дианском государственном университете. Да, юридический факультет. Заканчиваем. Оба юридические? Нет, я закончил медколледж на стоматолога. Ааа. Сейчас в Чебоксарах на зоочном обучении тоже на стоматологическом. А, уже высшее получаете? Да, конечно. И при этом работаете стоматологом? Ну да, я сейчас стажируюсь в детской областной больнице. В детской областной. Слушайте, ну, а какой курс у тебя? Первый. Ну, со всех сторон. Ты пока на высшем образовании первый курс у тебя? Да, первый курс. А ты, Илькин? Последний. Ты уже заканчиваешь? Да, последний курс. Ну, то есть это будет юридическая контора, если по-хорошему не решишь, значит там… Юридическая контора по выбиванию чего-нибудь. Шутка. Ну, Элвин, собственно, уже отучившийся, отслуживший и так далее. У него уже со своими планами, да, уже… Есть семья? Конечно. Дети? Да, есть. Сколько, сколько? Пять месяцев. Пять месяцев? Сын, дочь? Добрый, сын. Ну, вы с ним это самые коллеги, я так понимаю. Я тоже молодой папаша. У тебя… У тебя… Три месяца. А, семь? Семь месяцев. Вот так вот. А я думаю, чего он такой сонный сегодня? Ночи не спит. Животик, наверное, болит. Нет, ночью работаю за это. А-а-а. У нас там это… Я на клубе там ночью работаю за это. Не сплю. Понятно. Ну, вот надо всё успевать, надо совмещать. Расскажите о том, как вы тренируетесь. Ну, тренируемся сейчас, конечно, меньше, чем могли бы. Так-то надо тренироваться пять-шесть раз в неделю, тренируемся три-четыре раза. По сколько часов? По два часа, час сорок, час пятьдесят, вот так. Но это всё равно она определённым образом тренировка проходит, то есть у него там есть регламент определённый, да, там? Конечно, сперва разминка, потом… Разминка, разогрев. Да, разогрев, где-то полчаса. Ну, это всё-таки любительский уровень, скажем, да? Да, это больше любительский, на профессиональный уровень. Чтобы выходить надо, ну, хотя бы мастера спорта выполнить. Ага. Если мастера спорта ты не выполняешь, там, пока делать нечего особо. По какому-нибудь виду спорта? Нет, ну, я имею в виду, что вот по количеству часов, которые вы тратите на тренировки, это всё равно любительский уровень. Профессионал надо писать этим. Профессионал живёт этим, как бы, да? Мне каждый день по 6 часов, по 5 часов тратят. По 2-3 тренировки в день. Элвин вот хорошо знает об этом. Да, да, да. Можно поподробнее? А сколько тренировок в день? Ну, это… 2-3 тренировки в день. 2-3 тренировки. То есть, ты полностью этим живёшь? Да. Оттренировался, передохнул, там, принял пищу и снова в бой. В общем, пашешь, пашешь, пашешь. Я когда вот время, наверное, иду, дома тоже занимаюсь. Вместе с братом там, что так, 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 у нас дома всё есть. Угу. Оборудование какое-то? На груша там есть. Нажоры груша. Да, ножа чуть-чуть есть, да. Всё дома занимаюсь, когда время бывает. Вот я думаю, в будущем мой ребенок тоже будет самоубийством будет, если я здесь буду жить. Я думаю, вот, он будет самоубийством. Элвин, у вас есть коронные приемы? Вот ваша фишка такая? Ну, да, конечно, есть. Ну, что это, например. Я не прошу показывать тебе. Это всё-таки бросок. Это бросок, да. Бросок, да. Но показывать только на Володе. Конечно, только так. Какой бросок? Ну, это… Сзади так… Прогиб. Прогиб, да. Прогиб, да. Прогиб у тебя, да? Угу. Ясно. Ну, прогиб требует… Я не специалист, конечно, это один из основных… Один из самых. Да. Один из самых популярных видов тяжелых. Чтоб твой соперник головой стукнулся желательно сразу. Один раз и всё. Обматы, ну. Да. А вы, Илкен, как-то уже общаетесь с руководством города, региона? Какие-то идеи высказываете по поводу развития спорта? Ну да, мы так занимаемся. Просто заявили, что прямо в политику решили. Общественной деятельностью, да, являюсь помощником депутата… Какого? …законодательного собрания Балыбердина Юрия Александровича. Юрий Александрович. Ага. Это мой декам бывший. Вот. Декам исторического факультета. Вы уже почти родственник. Ага. Вот, да, как общаемся и хотим в дальнейшем выйти вот на… А вы в молодёжном парламенте, нет? Да, в молодёжном парламенте. В молодёжном парламенте. Член молодёжного парламента. На прошлом созыве был, на этом пока не стал. Вот. И как-то хотим дальнейших продвижений больше. Ага. Ага. Вот тут в резерве пока себя оставил. Не стал туда. Ну, хорошо. Какие планы… Ну, последний курс надо, наверное, написать дипломную работу. Ты на последнем курсе бакалавриат или… Бакалавриат. Вот, потом на магистратуру. А ещё магистратуру ещё два года. Ага. Ну, какие конкретно-то вот есть предложения сейчас по части развития спорта у нас в регионе, в городе? Ну, по части развития, конечно, хочется, чтобы именно приглашать каких-нибудь известных личностей, побольше сюда и почаще, и проводить соревнования… Известных и желательно крупных, чтобы издалека было видно. Да, издалека было видно. Как Николай Валуев, но который приезжает. Ага. И чтобы соревнования на этом уровне проводить тоже хорошие. И тогда больше и народу будет тянуться к этому, ко всему. Так. И пиарить хорошенько до начала соревнований, чтобы интерес проявлялся у людей. И я вот, например, в разные регионы области ездил, республики и так далее. Там видел, например, местная звезда есть, там, татарской республики, да, грубо говоря. И у него там плакат стоит с его лицом, что вот такой-то там человек является там победителем турнира и скоро будет выступать. Ага. Вот там скоро у него бой и так далее. Вот у нас это не развито в Кировской области. То есть, почему бы нам тоже… Да, почему бы нам тоже… Да, почему бы нам тоже… Известного даже традиционного спортсмена… Чтобы, да, знали… И у людей будет проявляться интерес… У видов спорта… Ага, я с этим знаком. Давай-ка я тоже за ним потянусь и может у меня тоже что-то получится. И вот как бы это людей уже мотивирует. Потому что посмотрите на татарскую республику, как они выступают на окружных соревнованиях, на России и так далее, а как наша область. Это уже два разных уровня. Поэтому один из планов у меня вот развития в этом направлении. Еще, возможно… То есть, такая пропагандистская работа. Да. А где средства будешь брать? Средства уже должны выдаваться из руководящих должностей… В смысле, из бюджета что? Из бюджета. Закладывается все-таки бюджет или спонсоры? И бюджет, и, конечно, спонсоры, если уметь правильно к этому подходить. И спонсоров еще уметь надо привлечь к этому, чтобы у них тоже был свой интерес. Ну, вот известный спортсмен, например, на руке у него часы какого-нибудь известного часового магазина. Все, уже спонсор. Да. Ну, возможно… Как вариант. Как вариант, да. Есть много задумок есть на будущее, пока их не хочу так разголосовывать, чтобы не украли мою патентную идею. Но, в целом, такой настрой позитивный. Да, позитивный настрой. И, как бы, продумывал я это уже как в течение двух лет, грубо говоря. И на следующих депутатских выборах, дай бог, если все получится, то… Уже будешь избираться. Да. Продвинемые идеи… Молодежный парламент или… Уже ЗАГС-собрание. ЗАГС-собрание. А, ЗАГС-собрание уже. Вот. Так что, дай бог, посмотрим, как все будет. Ромал, ну, ты тоже вот у нас все-таки призер там и все такое. Ты как собираешься профессионально борьбой заниматься или все-таки пойдешь и будешь профессиональным стоматологом? Как вообще ты себя видишь? Я себя вижу стоматологом, но, по крайней мере, хочу мастера спорта по борьбе. Это реально? Конечно, реально. Главное – желание. То есть это участие в турнирах? В турнирах, соревнованиях, победы. Победы, да. И постепенно вот можно подтягиваться к этой мечте. Ну, мастер спорта – это почти профессионал. Согласен. Это тебе надо тоже минимум пять раз в неделю, минимум по три часа. Главное – желание три часа. Ну, я понимаю. Забыв о зубах пациентов. Да. Ну, как бы… Ну, видишь, тренируйся, потому что если пациент себя неправильно поведет там… Я до этого… Ну, я как бы учился и совмещал тренировки. Мне не мешало. Ну, а сейчас работать, работать-то все равно придется больше, чем учишься. Студенческие годы – это золотые годы, понимаешь? Согласен. Это годы, когда можно… Все успеваешь делать, потому что ни целый день не учишься. Все, что можно попробовать в жизни, надо попробовать в студенческие годы. Да, Володя? Согласен. А там дальше уже, когда уже начинается, так сказать, будничная жизнь, работа… Семья, дети и так далее. Там уже приходится выбирать уже одно из двух. Я пока не спешу с этим. Мне 19 лет, так что… 19 лет, парни, что вы представляете? Я в 19 лет женился. У меня в 20 сын родился. Ну, каждый человек – своя история, конечно. У нас беседа завершается, уже время истекает. Я Елвина еще хочу спросить, все-таки когда ждать открытия этого клуба или пока рано еще как-то загадывается? Пока рано. Очень рано, да. Открыт для всех будет желающим? Конечно. Если человек хочет, пусть приходит, научим. И ты ничего скрывать не будешь, все расскажешь своим посетителям. Да. Каждому построишь правильную программу, да? Конечно. И толстым, и худым, и здоровым, и больным. Ну, да. Пусть толстый, худенький. Проблем много бывает. Конечно. Спасибо большое. Удачи вам. Спасибо вам. На вашем спортивном и не только спортивном поприще. Илкин Сулейманов, Элвин Гусейнов и Ромал Урзаев. Всем большое спасибо, да. Салам алейкум. Всего доброго. До свидания. До свидания. Союз неружимый.